В предыдущей серии Самое главное в этом упражнении это правильно страховать У меня закрадываются мысли, что Саша поджирает То тут все тело у нас используется вообще Где тут банка, где тут банка работает Самое главное страховать, друзья Потому что женщина может и крякнуть Не в подходящий момент Кряк И Драбич Александр А где Драбич Александр? Когда на горизонте видится акулий гребень Это предвещает появление некого супергероя Шарк Спрятался, чтобы не делиться Привет, друзья Мы продолжаем врываться в ваши дома Землянки, времянки Чтобы рассказывать, как правильно сжигать жир На примере 12 участников Из проекта Акулия Сушка, который борется за главный приз 50 тысяч рублей Сегодня мы приможем Виктор Андреанов Макнет вас, друзья, целый день Целовой экстрим Зрелищно Заваливаем дальше Горько Б começo Футболки, купальники и плавки Крымская зима Бррррf Наконец-то Хоть что-то по моему вкусу Мне понравилась атмосфера Я не знаю, какой из них Кого зовут Поехали filmmaking Я так полагаю, что теперь эти члены нашего кооператива, клуба нашего спортивного, должны провести разминку, чтобы не поломаться. Готовы? Нет! Но после того, как участники Акули и Сушки раструсили свой жирок, стронгмены поручили им настоящие испытания, которые проверят их дух, нрав и лосины. Ребята разбились на четыре команды. Юность, два богатыря, их товарищи Сила Бухатырская и Попкорн. Команда судьи начали, вы взялись, подъем идет спиной, здесь на вытянутой руке, да, сели, дальше вы его прижимаете и в этот момент встаете, бревно у вас оказывается на груди. Так, смотри, началась борьба. Лог-лифт поднимать, кстати, не свадьбу вести. Он просто не может понять технику этого. Он просто не может понять вообще, что происходит вообще, куда он попал, где он находится. Где он попал и почему я не на свадьбе. Так, где тамадам, да? А, я тамадам. Смотрите, что делает Сашка, у него что-то получается. Так как Саша покинул меня, я теперь болею за Алексея. Алексей одно из открытий этого проекта, открытие в плане таланта, наверное. Самое тяжелое было для них это бревно. Но, да, у некоторых есть задатки, я думаю, что кто-то передумает, худеть и плюнет, пойдет силовой экстрим. С Андреем тут никто не сравнится по эмоциям, по возрасту. Александр Драбич у станка. Я вообще не буду понять, что он здесь делает. Саша непрекаянный боец какой-то сегодня. Захотел, не пришел, захотел, пришел. Сибиропольский, пока три, молодцы! Что-то Владимир уже хромает. Самое главное, чтобы никто не травмировался сегодня. Вот это самая наша основная задача. Когда это проходит на улице, когда десятки, сотни людей даже смотрят на тебя, поддерживают тебя. Это вот именно такой народный, понятный вид состязаний. Взяли. Советую браться не вот так, смотрите, не параллельно. Одну руку сверху, одну снизу. Вверх поднимать ее не нужно. Просто накатывайте на грудь, это будет выполнено упражнение. Коснулись пола, это выполненное движение. Что происходит, Жанна Смолега? Понеслась, как говорится? Да, Жанна уверенно справляется с поставленной задачей. Незнакомой дисциплиной, заметьте. Надежда поймала ритм. Как грива трясется, да? Все, приехали. Все, Маша отработала. Маша отработала быстро. Ну, маленькая Маша работает быстро. Мало работает. Маленькая Маша работает долго. Так и запишем. Там как раз попа качается, ягодицы вообще. Все уйдут сегодня с попами, как у Бажены. И разгибатели спины тоже хорошо качаются. Спина тоже для женщины очень важный орган. Спина орган? Несмотря как смотреть на нее. Это да. Если сверху, то там и до органов недалеко. Еще улыбка. Посмотрите, чего стоит. Я думаю, что, конечно, явный лидер была Жанна Смолега в этой команде. Безусловно. О, Бажена, Бажена рвется в бой. Бажене попер тестостерон. Она еще и выросла за проект. Не заметила? Вверх. Вверх выросла. Она всегда просто компенсировала высотой свой вес. Вот уже Сюсана хочет сбежать с проекта. Почувствовала давление, наверное, какое-то. Итак, Светлана Крупчан. Трясутся щеки, губы надуваются. Это значит, ей непросто. Вот это вот грациозно она, кстати, делает. Она делает все грациозно, на самом деле. Главное, чтобы проявлять мужское внимание. Эта штука, на которой мы стоялись с Наташей вдвоем, и нас нес мужчина, я была просто в восторге. Я поняла, что такое сильные мужчины. Упражнение начинает у нас команда юность, так как в прошлом упражнении она была второй. Первое у нас движение коромысла. Дистанция туда-обратно для каждого спортсмена. Проносим коромысла. Шаги короче, но чаще. Идем, идем, терпим. Проносим фермера. Я иду рядом с вами и говорю, стоп. Никаких ползов нет, у вас время. И один спортсмен берет шилл весом 50 кг, доносит его до фишки, обходит, возвращается назад. Если вдруг не можешь донести по какой-то причине, останавливаешься, передаешь эстафету. Если я его вот заменил, я потом тяну свой круг. Естественно, да. Так что профилонить не получится? Профилонить не получится однозначно. На то на эстафета. Это бешеная подготовка, прежде всего моральная. То есть если ты морально к этому не готов, ты в принципе результат не сделаешь. Владимир, как и Лидан из Варкрафта. Вы не готовы. Но стронгмены сделают из вас чемпионов. Стоп, назад, разворачивайся. Там, да, пошел быстрее. Идем, идем. Короче, шаг, носки прямые. Чаще, чаще шагаем. Ты его там должен ждать, беги вперед. Идем, 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 идем. Стоп, пошел второй, бегом. А Санек-то как бежит. Сейчас либо взлетит, либо сквозь забор пройдет, как ледокол. Неужели на проект приехала его теща? Да, 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 груз большой, начинает шатать. Но в принципе неплохо, ребят. Сейчас нас несут, отходим. Аккуратно, аккуратно, чтобы не раскачивал. Аккуратней. Стоп, передал эстафету ты, фермера. Поехали. Так, Саша, тяжелое упражнение? Нет. Что, что ты сейчас сказал? Идите меня. Терпим, терпим, идем. Идем, идем. Но для Владимира Чинченко такое испытание не впервой. Он заслуженный мастер спорта по хождению в бутики со своей дамой. Идем, идем, быстрее, ускоряемся. Ускоряемся, финиш. Стоп, пошел следующий. Бегом. Саша, тебя не было в прошлый раз на взвешивании. Четко скажи мне, почему? Я приболел. Плохо себя чувствовал. Почему ты не брал трубку? Я жду ответы, взрослый человек. Почему? Ты пришел на этот проект, взял на себя ответственность, занял чье-то место. Причем, всегда, ну, все было правильно. Почему? Трубку же можно взять, позвонить мне, позвонить сценаристу, режиссеру, редактору, продюсеру. Чей телефон тебе еще нужен? Простите меня, пожалуйста, ребята. У тебя семейные проблемы? Да, у меня были семейные проблемы. Стас, давай сделаем так. Я твое простите услышал? Я от себя даю тебе возможность продолжать участие в нашем проекте. Но это первое и последнее твое такое поведение по отношению к команде, к друзьям, к съемочной бригаде, к нашему проекту. Хорошо? Другого шанса не будет. Договорились? Вот ты, Саша Драйвич, иди. Такие вот они чуткие, акули-мамочки. Тим, летим. Топ. Назад. Бежим, 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 бежим. Руки держат, но это упражнение сложнее. Все, пошел дальше. Понесли камень. Ждала тренировки какого-то взрывного эффекта драйва, то есть в динамике какой-то. Слушай, ну как думаешь, сегодня они немножко сожгли жирочка? Я думаю, сожгли хорошо. Все-таки это был функциональный тренинг, несмотря ни на что. Новая дисциплина. Они не подкачали, я смотрю. Как думаешь? Владимир вообще старается, неожиданно, да, красавчик? Просто. Да, вот от него. Ноги трясутся, ручка. Я не ожидал. Вот эта надгробная плита, она весит достаточно. Эта плита предназначается главному врагу, лишнему весу. Идем, 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 идем. Тест, дойти главное до конца. Идем, 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 идем. Стоп, время. Хорошо. Ну, тяжелое все это для меня очень. Я не был готов морально прежде всего к таким серьезным силовым нагрузкам. В знакомстве с такими большими дядями по телевизору они мне всегда казались намного меньше. Я думал, что они обычные толстые мужчины, как я. Аккуратно. Назад. Давай, давай, давай. Так, Андрей Пейк, по-моему, перепутал дисциплины. Андрюша, это же не спринт, тут ходить надо. Нам главное выиграть, понимаете? Вот это характер. Андрюха, респект, уважуха. А все остальное не важно абсолютно. Ребята, давайте это делаем. Поехал. Аккуратнее, аккуратнее, аккуратнее. Ножки чуть-чуть согнул. Шаг короче, носки прямые. Стоп. Назад. Все, мы идем, 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 идем. Лепа, давай, шансовчик. Стоп. Фермера. Когда командами идет соревнование, то есть оно намного интереснее, чем в одиночку. И сегодня мы показали то, что на самом деле должны были показывать. И показываем все шоу подряд, да? То есть мы показывали командную работу. Давай, давай, терпи. Терпи. Несем, несем, несем. Только еще не все, да? Да. Не отвлекать тебя? Чемоданы. Это очень важно. В них те 50 тысяч, которые мы разыгрывали. И взял Алексей чемоданы. И не видели мы больше ни Алексея, ни чемоданы, ни 50 тысяч. Стоп, назад. Приготовился на камень. Алексей, мы готовим чуть-чуть, чуть-чуть. Стоп. Слушай, ну ты боялся упражнения, да? На самом деле хорошо пробежал с ним. Ну да. С этим чемоданчиком. Вроде ничего. То есть в принципе, если ты будешь опаздывать на поезд, я на него не опоздаю. Ты будешь очень быстро бежать. Я на него точно не опоздаю. Давай, 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 давай. Обходим фишку по кругу. Терпи, камень уронишь, упражнение закончится. Силы покидают Андрея Пейко, но его стальные руки сегодня вцепились в эту плиту, как до проекта хватали шавуху. Отходи, отходи, бросай. Я ничего не ждал, потому что я не знал, что будет. А получилось на самом деле очень интересно, очень бодро, по-взрывному, просто офигенно. Эстафета началась. Жанна Смолега кантует по крышке. В принципе, идет в хорошем темпе. В хорошем темпе, да, но надо еще правильно бросать ее на пол, чтобы она не подскакивала и не терять время на остановку по крышке. Четыре минуты на все, что ли? Такую женщину в хозяйстве иметь очень полезно. Ну, конечно, Денис. И после работы в пятницу до дома донесет, и машину в гору толкнет. Вот только есть минус. Ночью такое одеяло, как не пытайся, но не перетянешь. Стоп, перестал. Давай, 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 быстрее. Это Надежда Костюченко. Кантует, в принципе, хаотично. Не технично и теряет на этом время. Главное сделать быстро. И не ходить здесь, еще главное. А мы тут так сидим, просто на завалинке. Вот. И смотрим, как женщины упираются. Ну, то есть, типичные будни. Еще раз, давай! Да, женщины, значит, упираются, а мужики отдыхают. Напоминаю, что мы в Приморском, у богатырей. Мы сегодня практикуем силовой экстрим. Анна Хамедулина вообще, это грязь. Это не выполнение упражнения. Ну, не эротично она это делает совершенно. Не, ну, эротично делать надо в другом месте, не здесь. Аннушка, как ты себя чувствуешь? Классно. Что-то ты не очень как-то выглядишь. Я болею, Наталья, мне покашляет. Тебе понравилось упражнение? Нет. Почему? Не люблю такое. Это не девчачья работа. Я не хотела красиво это делать. Надо было на скорость. На скорости не откажешь Жанни Смолега. Да, пауэрлифтинг, он дает хорошую базу в любом виде спорта. Особенно в этом трогмане. Интересно, умеет ли она готовить? А Надежда Костюченко прямо как заправский рокер. Смотри, она в очках даже это делает. Здесь нужно вставить металлическую музыку. Недалеко Машка Апустина утащила свою ношу. Ну да, это не бутерброды в кровать таскать. Чего плюнула до полпути? С моим ростом это не то, что мне надо. Анна Хамедулина отдавается за Марию. Я хочу просто показать, что я могу. Жанна Смолега сегодня просто удивляет своим напором и своей физической силой, друзья. И даже не сбилось дыхание? Нет, не сбилось. Но это легкая штучка, да. Еще у нее показываешь класс. Ну посмотрим. Сейчас у нас вторая команда выйдет. Нас напугал вес. Там очень все тяжелое. Я очень боюсь за это переживать. Я переживаю за свою вторую. Мне кажется, они посмотрели, как делает та команда. Сделали выводы. Сейчас неплохо у нее получается. Да? Ну это же команда «Богатырская сила», да? «Богатырская сила», да. Ну название говорит само за себя. Хорошо. Ожидал худшего. Но самое главное для меня, как я для себя приметил, да, что было за. Давай, давай, давай. Следующий. Поехали. Вот она. Вот она, Наталья Болдырева, которая боялась больше всех. Но смотри, как хорошо пошла. Наталья хорошо справляется с контовкой шины. Что-то она перестала спешить или уже устала? Может, она просто растягивает удовольствие? Все-таки не каждый день конкуешь по крышке. Да как-то она даже лениво выполняет это упражнение. Да, мне кажется, что тут дух борьбы пропал. А был ли он? Все сносно. Каждый по своим функциональным и силовым показателям выступил. Что, еще, да? Поехали. Поехали. Пожена, смотри, как хорошо справляется с контовкой. Пожена с высоты своего интеллекта и красоты очень неплохо это делает. Довольно-таки у нас еще хорошее размещение комментаторской кабинки. Мы видим хороший ракурс. Да, у нас отличный ракурс. Пожена выполняет все упражнения как-то расхлябанными. Не спеша? Не хотя, да. Не хотя, да? Как-то не хотя. Так, как бы, на, отмахайся. Махайся. Получила хорошие эмоции, заряд энергии и мотивацию на дальнейшую работу над собой. Упражнение «Уточка». Уточка так называется? Да, Светлана у нас «Уточка». Да, Светлана «Уточка» поплыла. Ну, комичное упражнение, конечно, да, но Светла не идет, Светла не идет любое движение, которое она выполняет. Да. Смотрите, какой это кадр. Упражнение «Уточка» словно было придумано лично для Светы. Ставлю КГ-протеина, что в этом ей не будет равных. Это надо видеть. Это еще? А, она пошла еще за кого-то? Давай, давай, Свет! Очень сильная женщина. Старается во все. Все, все, все. И конец. Финиш. Она смогла это сделать. Как погода? Нормально, подашь? Не вопрос. Что для Сыркова тут? Бой! Тей. Сложное упражнение? У нас все сложные. Мы провели много тренировок в залах, и когда обычные тренажеры надоедают, в дело вступает она. Здоровенная мизинцем в штангу покрышище. Здесь нужна крепкая спина. А Владимир не славится. Я бы сказал руки. А спина? А спина здесь не особо нужна. Здесь надо уметь работать, пользоваться своим весом. Руки только для фиксации. Весом тащите. В сказках репку тянут. Но акуля-сушка это вам не сказка. Максимально вцепиться крепко в канат и работать своим весом, падать назад. Хорошо. Я скажу, что Саша более активно как-то все выполняет и тянет как будто бы за двоих. Хорошо, половина дистанции. Ты сегодня как-то вот нехотя, мне кажется, выступаешь. Есть такое, да. Надо, надо, стараемся, идет, получается. Владимир, у него слабая спина, мне кажется, и вообще немножко здоровья подкачает. Владимир, да, весь сам по себе слабый. Он не слабый, он жидкий. А терминатор из жидкого металла знатно гонял Арнольда Шварценеггера. Быстрее работаем. Время идет. Но все-таки он будет лучше, чем был до проекта. Конечно. Однозначно. Однозначно. Напираем финиш скоро. Напираем. Еще раз. Стоп. Есть, все, стоп. Я в шоке вообще от нагрузки, от такого же, таким весам непривыкший. И таких нагрузок не испытывал, ну, в принципе, никогда. Вообще я устал. Я хочу есть. Не, не есть, даже жрать. Я хочу спать. Я хочу отдохнуть уже от тренировок, от всего остального. У тебя покоробило бревно немножко? Или ты изначально пришел к такому? Нет, у меня бревно покоробило. В принципе, ну, идея классная. Вот вроде как завел сначала, а потом, знаешь, бревно берешь, оно тяжелое. 60 килограмм. Устал от проекта? Я устал не от проекта. Я устал от такого бешеного режима. Старш! И раз! И два! Молодость и опыт. Да, слились воедино. И три! И четыре! Я стеревняюсь, что будет сильный разрыв по времени. И здесь! И вот! И здесь! И здесь! Я думал, на самом деле, что колесо, что вот так его переворачивают, это легко, классно. Мы его еле с места сдвинули, а так, да. Вот это реально серьезная тренировка. Боюсь даже представить, что будет с ребятами на следующий день. Очень тяжело, да, когда у нас нету техники. Некоторая несогласованность вначале, но потом ничего, вошли в ритм. Ну а теперь пора перейти к платформе, к которой уже вовсю примеряются девчонки. Мне кажется, завтра у них будут булки болеть. Да, у них будет завтра болеть все, наверное, очень-очень сильно, я уверен. Светлана натягивает буквально гриф на себя. Да, они пари вообще, в дуэте очень хорошо работают. А вот сейчас Сусана работает с Наташей. Ну смотри, Сусана чуть-чуть халявит, она не выпрямляет спину ровно, она просто подтягивает локти вверх. Вот уже Витя и заметил, что у них... Это не сановая тяга, абсолютно. Это Сусановая тяга. Какое бестилие на лице у Наташи. И отчаяние у Сусанины. Вот она, вот она пара. Красота. Посмотри на их лица, им легко. Ой, девочки, такие девочки. Тянут тонну веса, но не забывают базировать для своих соцсетей. И опять Наташа со страдальческим лицом приступает к выполнению. На самом деле, когда женщины так работают кровью, обливается сердце. Посмотри на Бажену. Смотри на Светлану. Она буквально в экстазе от этого упражнения. Я боюсь представить экстазию. Ох, да останется же кому-то такая пантера. Мяу. Мне кажется, азартные у нас девчонки. Они вообще ничего не боятся. И мне кажется, даже не думают о последствиях. Это было сделано с криком, с душой, так сказать. Да, потому что я все привыкла делать с душой. И иногда с криком. Стало? Мне кажется, у тебя еще хватит надолго. Да. Заметьте это. Невыносливая жизнь. Но в акуле сушки Света не единственная хищница. Вот, например, Жанна уже вовсю точит когти. После небольшой перепалки Жанна выгнала Машу, сказав, что она короче, и присвоила себе длины ноги надежды. Что тут происходит вообще? Они молодцы. Посмотри, как они делают слаженно, быстро. Довольно-таки тяжелый вес. Девчонки, очень круто. Жанна экономично. А Жанна, как обычно, улыбается, да, и, наверное, еще и поет. Смотрите, какое ужасное лицо у Нади. Надя красота. Надя похожа на Терминатора. Честно. Здесь вообще неудобно. Рост Анны. И у Марии вообще неправильно, конечно. Получается, Аня больше денег. У них нет выбора. С кем Маша вставать? Не с кем? Они все выше ее намного. Девчонки лучше, чем мужики. Чем? Азартные. И выносливые. Посмотри, какие они выносливые. Я вообще вечно недовольна, если вы не заметили. Что произошло? Почему конфликт? Что такое ты недовольное лицо имеешь? Конфликта не было. Просто мы с Машей... Машечка, иди ко мне. Не очень пропорционально смотримся по росту. И в итоге Маша висит на ней, а я ее поднимаю вместе с Машей. И тут в центре скандала ноги Маши. Теперь у человечества два символа. Нога Кенфеева и ноги Капустиной. Ну а теперь пора подвести итоги Стронгмена Игорь. Игорь. Среди мужичков всем натерло щи команда Два Богатыря. Ну а девчонки из команды Попкорм... Попдорн? А, Попкорн. Какой медик текст мне писал? Почерк не разобрать. Так вот, Попкорн порвали всех девчонок. Пиу-пиу-пиу, поздравляем. Сегодня победители соревнований получили не только медали от Стронгменов, а еще сожгли много жира. Кто сегодня больше всех работал, стал намного легче. А значит, что не вылетит из гонки за главный приз на следующем голосовании. Итак, друзья, сегодня был дух борьбы, были эмоции, были разочарования. Но самое главное, сегодня горел жир. Это... Акулья душа! Наконец-то, друзья, пришло время отведать супчик из акульих плавничков. А точнее, из акульего гребня. Почему? Чикок. Ты знаешь, что я здесь ем.